На информационном канале Севастополя новости в студии Левтина Игнатьева. Смотрите в этом выпуске. В Севастополе отметили День славянской письменности и культуры. Культура и рынок понятия несовместимы. Участники международного форума «Золотой Витязь» обсудили, как возродить отечественный кинематограф. Морское перо 2017. Представители севастопольских средств массовой информации покоряют морские просторы. День славянской письменности и культуры в Севастополе отметили большим концертом на площади Нахимова. Для зрителей выступали лучшие народные коллективы города. Артисты исполняли русские, украинские и белорусские песни под аккомпанемент балалайок и аккордеонов. На праздники побывала Анна Леготина. Со сцены на площади Нахимова звучат народные песни. Аккомпанирует оркестр Садко. Концерту ко дню славянской письменности и культуры юные севастопольцы готовились несколько недель. Для них это важно, что они не зря этим занимались и что это осталось востребовано и нужно. И конечно, что говорить о празднике славянской письменности и культуры. Это же корни. Язык, это наши корни, это то, из чего состоит культура. Для зрителей выступают старейшие народные коллективы Севастополя. Калинка, Радость и Русь. На одной сцене ансамбли не собирались долгое время. Наконец-то мы столько лет хотели, чтобы славянская музыка, оркестровая музыка, славянские песни, украинские, белорусские, русские песни зазвучали в одном концерте. Это вот за три года, наконец-то мы сделали это. День славянской письменности и культуры отмечают в России много лет. Праздник приурочен ко дню памяти святых равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия, создателей славянской культуры и языка. Библия, она писалась только на еврейском иврите и на греческом языке. Наш славянский народ еще не знал ее. И для того, чтобы передать это, это нужно было создать вот этот вот язык этот. Это их величайшая заслуга. Славянская культура является одной из древнейших и одной из богатейших в мире. В России мы просто обязаны, считают, наша обязанность передавать из поколения в поколение те ценности, те богатства, которые нам эта культура дала. День открытых дверей провели в Севастопольском медицинском колледже имени Жени Дерюгиной. Абитуриентам и их родителям рассказали, что следует знать будущему студенту, какие документы необходимы для поступления и как их подавать. Затем встреча продолжалась в формате вопрос-ответ. Всего в день открытых дверей учреждения посетили порядка сотни абитуриентов из Севастополя и Крыма. Побывала там и наша съемочная группа. Анна Леготина теперь тоже знает, что нужно для поступления в медицинский колледж. На сегодняшний день Севастопольский медколледж имени Жени Дерюгина – единственное медицинское и образовательное учреждение в городе. Оно ежегодно выпускает больше сотни молодых специалистов – фельдшеров, акушеров и медсестер. Для тех, кто пока только думает сюда поступать, устроили день открытых дверей. С абитуриентами и родителями своими впечатлениями об обучении делятся студенты. Преподаватели рассказывают о программе и условиях приема в колледж. Уже год готовились и готовимся до сих пор сюда к поступлению. Я думаю, что у нас все получится, потому что мы коренные жители города и хотим, чтобы моя дочь, я хочу, чтобы трудилась на благо нашего города. Я в дальнейшем хочу и буду стараться сюда поступить на лечебное дело. Хочу заниматься этой профессией, углубиться в нее и в дальнейшем помогать людям. По трем специальностям в колледже сейчас обучается больше 700 человек. Кроме теоретических занятий студенты нарабатывают практические навыки. К примеру, в этом хирургическом кабинете будущие медики изучают виды операций и способы подготовки к ним. В кабинете Сестринского отдела учатся делать инъекции, ставить катетеры и капельницы. Такая база позволяет чуть больше, чем за три года подготовить к выпуску квалифицированных специалистов, рассказывают преподаватели. Медсестры устраиваются во все городские больницы, на станцию скорой медицинской помощи, в роддома. В общем, наши дети востребованы. В этом году колледж имени Жени Дерюгина планирует набрать 175 студентов на бюджетную форму обучения и около сотни на контрактную. Научно-преподавательская база учреждения позволяет выпускать больше студентов, говорят специалисты. Однако для этого пока не хватает площадей. Колледжу необходимо дополнительное помещение с оборудованными аудиториями. Анна Леготина, Виталий Коломеец, информационный канал Севастополя. Роль коммерческой составляющей в современном искусстве, а особенно в кино, необходимо уменьшить. Эту идею озвучили на круглом столе, посвященном проблематике отечественного кинематографа. Семинар провели в рамках 26-го международного кинофорума «Золотой Витязь». Встреча прошла в неформальной обстановке на теплоходе. Участие в дискуссии приняли актеры, режиссеры, киноведы, общественники. Как улучшить имидж российского кино и какие ленты предпочитает современный зритель, Анастасия Синица продолжит. Конференцию, посвященную отечественному кинематографу, совместили с морской прогулкой по бухтам Севастополя. За три года, а именно столько лет «Золотой Витязь» проходит в Белокаменном, площадкой для проведения круглого стола впервые стал теплоход. И прежде чем приступить к дискуссии, участники форума поделились впечатлениями и воспоминаниями, которые связывают с городом-героем. Я был в Севастополе, когда он умирал. В 90-е годы я застал это время, когда он был просто мертвый в городе. Потом я приехал сюда со спектаклем, мы играли в театре, в «Миленький ты мой спектакль». Он уже оживал. Для меня Севастополь неизменен. Вот как я к нему относился, там 30, 40, 50 лет тому назад, так отношусь и сейчас. Это реальный город-герой, где каждые пять земли полито кровью. На семинаре отметили, развитие и поддержка отечественного киноискусства – одно из положений, прописанных в указе президента об утверждении основ государственной культурной политики. Но несмотря на это, экраны российских кинотеатров все чаще заполоняют фильмы зарубежных режиссеров. По мнению экспертов, уровень контента, производимого в нашей стране, за последнее время снизился. Коммерческие интересы зачастую побеждают качество продукта. Проблему можно разрешить, если увеличить роль госзаказа в сфере искусства, а также возродить советскую систему творческих объединений, где каждый сценарий подвергался строгой редактуре. Судьба человека тот же. Это же был по госзаказу. Возьмите Озерова фильмы. Они все шли по госзаказу. Это, как правило, фильмы очень качественные, потому что требования были, предъявляли всегда к создателям. И эти требования выполнялись. На конференции также обсудили, каким жанром кино отдает предпочтение современный зритель и какие картины лидируют в прокате. Экипаж фильм «Катастрофа» востребован безусловно. К сожалению, «Ледокол» неправильно подавали как фильм «Катастрофа». Это производственная картина. Но, как ни странно, эти вещи тоже востребованы. Я очень радуюсь за успех «Панфиловцев» патриотического славного фильма. В Севастополе восемь государственных кинотеатров. В рабочем состоянии на сегодняшний день четыре. Это «Победа», «Москва», «Моряк» и «Россия». Остальные планируют открыть к 2020-му. Кинотеатр «Родина» в Балаклаве. Памятник культурного наследия находится в аварийном состоянии. Кинотеатр «Дружба». Я вижу свои задачи и восстановить его именно как детский кинотеатр. У нас есть кинотеатр «Океан», который находится в Камышах. И у нас есть кинотеатр «Октябрь», который находится в Анкермане. Мы включены в программу развития культуры до 2020 года. Кроме того, в рамках «Круглого стола» говорили о цензуре в кино. И о необходимости повышать качество образования будущих актеров и режиссеров. Свои идеи и предложения участники изложили в коллективном письме. В течение недели его передадут главе государства. Анастасия Синица, Виталий Коломиец, информационный канал «Севастополя». Севастопольские спасатели предотвратили крупный пожар в торговом комплексе, сообщает пресс-служба ведомства. 27 мая в 4 часа 40 минут в дежурную часть управления МЧС России по городу поступило сообщение о возгорании около торгового центра «Апельсин» в Гагаринском районе. Горели деревянные конструкции, расположенные на площадке у здания. Пламя распространилось на 30 квадратных метров. На место происшествия прибыли подразделения пожароспасательного гарнизона. Последствия возгорания ликвидировали в 5 часов 25 минут. Пострадавших нет, причина пожара устанавливается. Представители севастопольских средств массовой информации покоряют морские просторы. Четвертый год подряд регата «Морское перо» дает возможность работникам СМИ примерить на себя роль моряков. Крейсерская гонка стартовала от причала яхт-клуба «Царская пристань». Все суда, а это порядка 40 парусников, отправились по маршруту «Севастополь-Балаклава-Севастополь». Закончится соревнование 28 мая. Победителей призеров «Морского пера» наградят на открытии регаты Кубок Крыма 2017 в июне. Я думаю, что журналисты сегодня получат массу положительных эмоций, сумеют прикоснуться ко всем перипетиям парусного спорта, получить мастер-классы. Всем хорошего настроения, честной спортивной борьбы и всем футов подкилем. На полях для мини-футбола стадиона ФК «Севастополь» стартовал открытый турнир, посвященный памяти бойцов спецподразделений, погибших при исполнении воинского долга. В соревнованиях принимают участие более 26 команд в трех возрастных категориях. Это сборная ветеранов боевых действий, Росгвардии, городских вузов, а также казачества. Встречи проходят по круговой системе. Чемпионов и призеров наградят грамотами, кубками, медалями. Здесь и Росгвардия, и УМВД, и прокуратура, и школы, и ветеранские организации. Наплыв и интерес участников к данному турниру очень велик. Поэтому я думаю, турнир пройдет успешно. Все и проигравшие, и победители получат достойные призы и награды. Очень бы хотелось, и мы выйдем с таким предложением, выйти к Управлению по делам молодежи и спорта правительства, сделать этот открытый турнир ежегодным. Замечательный турнир. Турнир состоялся в том числе благодаря тому, что организация ветеранов спецназа «Русь» поучаствовала в конкурсе, который проводило правительство Севастополя на получение субсидий. И им субсидия была выделена в рамках конкурса, поэтому благодаря этому в том числе состоялся турнир. Турнир – это замечательно, потому что футбол, командная игра. Посмотрите, соединились здесь и взрослые, и дети. И это реально субсидии потрачены не зря. Это были все новости к этому часу. Еще больше интересной информации смотрите на нашем сайте xtv.ru. Телефон редакции 54 51 12. Я желаю вам всего доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова